Дагестанские аграрии собирают урожай, животноводы готовятся к зиме. Как все проходит, говорили на заседании оперативного штаба под руководством председателя правительства региона Абдул-Муслим Абдул-Муслимова. Еще один важный вопрос – внесение границ муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон в единый государственный реестр недвижимости. Любава Маслова расскажет о проделанной работе. Более 90% границ муниципальных образований уже внесены в единый государственный реестр недвижимости, доложил министр земельных и имущественных отношений. К 2026 году по системе «Умный кадастр» планируется перейти от подворового обхода к использованию новых технологий для выявления, вовлечения в оборот земельных участков, объектов капитального строительства и исправления ошибок в сведениях ЕГРН. По данным вопросам необходимо уделять особое внимание, потому что решение вопроса пространственного развития и наполнения ЕГРН необходимым сведениям направлено в первую очередь на социально-экономическое развитие региона и его инвестиционную привлекательность. Однако из более чем 1300 населенных пунктов сведения внесли лишь 360. Среди отстающих Махачкала, Буйнакский, Агульский, Рутульский, Ахвахский районы премьер-министр уточнил, работу в этом направлении необходимо ускорить. Они согласовали планы графики, взяли на себя обязательства, но мы видим, что работа до сих пор не выполнена и обеспечить их внесение ЕГРН. На 22 ноября текущего года из запланированных 57 внесено ноль. Это недопустимый показатель. Вы тянете в целом республику вниз. Вот почему у нас идет отставание. Я думаю, каждый из глав этих районов в городе должен понимать меру ответственности за неисполнение взятых обязательств по результатам года. Рисоводы республики вновь радуют, доложил профильный министр. Уже собрали более 150 тысяч тонн жемчужного зерна. В целом дагестанские аграрии завершают сбор урожая. О зимах – 208 тысяч тонн, яровых – 45, овощей – около полутора тысяч тонн. Валовый сбор плодовых на сегодня – 220 тысяч тонн. Это абрикосы, черешни, яблоки, слива и другие фрукты. Были приняты меры по увеличению последующих площадей под овощами открытого грунта. И картофеля особенно уход был сделан на товарных сектах. В результате чего в этой категории площадь под овощами увеличились на 42% и достигло 2569 гектаров. А под картофелем на 27% и достигло 841 гектаров. А животноводы готовятся к холодам, перегоняют стада на зимние пастбища. Наибольшее количество крупного и мелкого рогатого скота сосредоточены в кочубейской зоне. Туда уже отправились 1 300 000 голов. Завершится перегон в конце ноября. На сегодняшний день в зимние пастбища у нас составляет 1 214 гектаров. На отчетную дату 24 ноября на проведение зимок на зимние пастбища, находящиеся в зоне отгонных животных, в республике перегонено мелкого рогатого скота 1 321 000 МРС, из которых 395 000 перевезено автотранспортом. Крупного рогатого скота 28 000 лошадей 3 212 000. Овца за зиму съедают около 150 килограммов твердых кормов. Животноводы заготовили около 3 миллионов тонн. Это 80% от требуемого количества. Ответственно к зимовке подготовились хозяйства Шамильского, Дахадаевского, Левашинского, Акушинского, Бодликского и Лакского районов. Любовь Маслова, Абрагим Магомедов, Рамазан Амаров, Исуп Газямаров. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok